Работал с Кингом и Гаррисоном. Магнитогорск посетил известный российский переводчик Виктор Вебер. В телевизиты познакомится с премьерной постановкой драмтеатра «Ред Ход Мамос». Комедию американского драматурга Дэвида Кристнера он перевел пару лет назад. О любви, семейном счастье и о том, как жить после 60-ти. В Магнитогорске премьера «Ред Ход Мамос» состоялась в июне этого года. На первом показе сезона в зале «Аншлаг». История о событии, непривычном для американцев, оказалась очень близка российскому зрителю. Постановка о том, как под одной крышей пытаются ужиться взрослые дети и престарелые родители, впечатлила и переводчика Виктора Вебера. Вы знаете, во-первых, я забыл пьесу. Я смотрю, как в первый раз. Очень хорошие актеры, ансамбль отличный, режиссура. Карьеру переводчика Виктор Анатольевич начал около 40 лет назад. Виктор Анатольевич, выпускник авиационного института, выучил английский, чтобы переводить иностранную фантастику. Благодаря Веберу многие российские читатели узнали Айзека Азимова, Стивена Кинга и Гарри Гаррисона. А недавно лингвист увлекся переводом пьес. Рассказывает, работает над тем, что больше всего ложится на душу. И знойные мамочки – яркий пример. Мы выбрали друг друга. Родители – другое дело. Родители не выбирают. Мы должны принимать их такими, как и они есть. Ну, может быть, твоя мать не устроит наша компания. Может, она не останется с нами. Послушайте, ей важно знать, что мы у нее есть. Что ее удела – это не только престарелых, и она будет никому не нужна, никто не будет ее любить. Как-то очень легло произведение на душу. Может быть, потому, что в одном возрасте с главными героинями. Очень их понимаем. Некоторые пьесы ложатся на русский менталитет, а некоторые не ложатся. Вот мамочки, по-моему, ложатся на русский менталитет. Но в Америке немножко, главное, вот как раз мы сегодня об этом говорили, проблема в том, что родители никогда не живут с детьми. У нас это более, для нас это более естественно. А вот, что для нас менее естественно, что вот в 60 с плюсом люди могут и имеют, главное, право на нормальную жизнь. Переводчик отмечает, такие громкие показы для американских творцов из глубинки – настоящий успех. А Магнитогорск уже третий город, где мамочки вышли на сцену. Ранее пьесу ставили в Туле и Минске. Мария Клименко, Дмитрий Черный, информационная служба медиагруппы «Знак».